Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и не забывайте ставить лайки. Сегодня у нас четверг и мы наконец-таки дождались заседания ОПЕК и фактические решения, которые будут оглашены сегодня в 13.00 по московскому времени. Напомню, что в прошлом месяце участники аналитического пакта страны ОПЕК плюс удивили трейдеров, потому что не стали менять уровень нефтедобычи, хотя условия для этого были. Напоминаю, ранее мы не говорили о повторных локдаунах, мы не говорили о том, что очень сильно ухудшилась ситуация с коронавирусом в странах Европы, в Бразилии, в Индии. Тогда мы исключительно оптимистично смотрели на темпы мирового экономического восстановления и понимали, что спрос в связи с этим ростом будет также восстанавливаться. Но даже в таких условиях страны ОПЕК плюс, я надеюсь, все-таки проявили проактивную позицию, а не по каким-то другим соображениям и решили не нагружать мировой рынок дополнительным предложением. Сейчас, как вы понимаете, ситуация совершенно другая. Сейчас ухудшился фон, связанный с коронавирусом. Сейчас везде говорят о третьей волне ковида. Лидеры страны Европейского Союза подчеркивают, что ее влияние может оказаться еще более разрушительным, чем влияние прошлых волн. Выводы об этом делаются из-за общего экономического спада, который последует из-за вынужденных ограничений и локдаунов. И в целом в этом есть зерно истины. Мы совсем вперед забегать не будем, но сейчас научены уже опытом 2020 года, прекрасно помним и понимаем, что если страна находится в локдауне, если действуют социальные ограничения, ограничительные меры, то экономика точно не сможет выбраться из состояния некоторых рецессий, для некоторых стагнации. И в целом будет уязвимо перед еще большим снижением. Все это, конечно же, сейчас вырисовывает не настолько оптимистичные перспективы для мировой экономики, как это было месяц назад. Поэтому если месяц назад страны ОПЕК решили не менять уровень нефтедобычи, я допускаю, что сейчас 100% практически мы можем предположить, что участники факта точно не будут нагружать общее глобальное предложение. Поэтому дадут мировой экономике пожить с текущими квотами со стороны ОПЕК плюс еще месяца два. На данный момент, друзья, с учетом последних изменений, изменений последнего года, все равно страны ОПЕК плюс недопоставляют на рынок около 7 миллионов баррелей в сутки. Если бы, конечно же, этот объем уже был полностью возвращен на площадке и при текущих показателях спроса нефть бы очень сильно увалилась. Это понимают и стороны ОПЕК. Поэтому уровень нефтедобычи держится на прежних значениях, квоты сохраняются. И я жду сегодняшнее решение как дополнительный катализатор роста котировок нефти и рассчитываю на то, что Brent, в том числе даже сегодняшнюю торговую сессию, получит возможность завершить выше 65 долларов за баррель. Сегодня также до конца дня еще несколько релизов по штатам. Это заявки на пособия по безработице в 15.30 и в 17.00 индекс активности производственного сектора. Завтра, как вы помните, Non-Farm Perils, но завтра Страстная Пятница, рынки в США будут закрыты. И я еще раз обращаю ваше внимание, друзья, что на низколиквидной торговой сессии, когда она сталкивается с настолько насыщенным фундаментальным фоном, волатильность будет бешеная. Контролируйте риски, следите за загрузкой ваших депозитов и снова делаю небольшую ремарку, что если нужно помочь разобраться, что значит контролировать риски, обращайтесь к вашим персональным менеджерам. Индекс доллара 93.27, к нему, конечно же, есть вопросы, потому что индекс доллара продолжает локомотивом перейти вверх, хотя ранее я рассматривал с большей вероятностью возможность того, что этот инструмент все-таки начнет корректироваться. Джо Байден представил пакет расходов на инфраструктуру, первая часть на 2,25 трлн долларов, колоссальные суммы. То, что доллар растет, это отражает ожидание того, что подобные решения американской власти будут способствовать быстрому экономическому восстановлению, помимо мер и программ вакцинации. Как это вяжется с реальностью? Ну, вроде бы как в теории инфраструктурный проект создаст огромное количество рабочих мест, больше 3 миллионов и добавит в американскую экономику в перспективе ближайших 10 лет больше ВВП, больше 6 трлн долларов. Если оперировать к этим цифрам, конечно же, понятно, что оптимисты, которые ранее ставили на восстановление американской экономики за эффективных кампаний по вакцинации, получили еще один аргумент, почему они правы того, что американская экономика будет расти. Но как оно будет на самом деле, друзья, покажет время. Также это время покажет, не проморгали ли трейдеры риск значительного роста инфляции, которая начинает набирать обороты, друзья. И это все приведет к очень интересным последствиям, свидетелями которых мы будем. Мою позицию по доллару вы знаете. Я сохраняю ставку на снижение индекса доллара. Напоминаю, что индекс доллара довольно интересный актив, чтобы с ним работать, потому что волатильности незначительная даже при мощном фундаментальном фоне свопов нет. Если вы согласны со мной, что мягкая монетарная политика, меры экономического стимулирования, риск инфляции и запредельные показатели доходности трежи, которые нужно сейчас сбрасывать пониже, все это достаточная база для снижения курса доллара. Мои комментарии о том, что доллар нужно шортить излишне. И, кстати говоря, по поводу вот этих инфраструктурных проектов, понятное дело, что их будут финансировать за счет потребителей, за счет налоговых реформ, но также и за счет дополнительных эмиссий государственных цен в бумагах, облигаций. При таких ставках доходности, друзья, вы должны понимать, что обслуживание этого долга для той же самой американской экономики будет в несколько раз больше, чем могло бы быть, если бы мы сопоставляли текущий показатель доходности с уровнем, ну, примерно годичной давности. Потому что сейчас доходности трежерис находятся на отметке 1,73%, а еще совсем недавно были ниже 1%. Я думаю, что ФРС нужно вмешиваться, влиять на ситуацию и сбрасывать доходность с этих локальных максимумов. Отчет ADP, друзья, 517 тысяч противопрогноза 550. Хороший показатель, даже несмотря на то, что он не дотянул до прогноза. Все будет зависеть уже от выхода официальных данных. Завтра посмотрим за этими цифрами. Я традиционно к статистике отношусь с определенной долей скепсиса и считаю, что данные скорее разочаруют. Евро против доллара. Тут снижение продолжается. Наши цели 1,17 как ближайший ориентир. Я предлагаю уже подвинутые профиты к уровню 1,1650-1,1600. Франция. С субботы вводит четырехнедельный общенациональный карантин. Друзья, вы понимаете, о каких последствиях может пойти речь. Германия отказалась от вакцины AstraZeneca. Поэтому мы готовимся к очередной европейской рецессии. Ставим на снижение главного валютного риска. Фунт против доллара 1,3768. Вот здесь у меня сделка немножко обратная. Байстоп предлагаю в качестве рекомендации с уровня 1,3820 в расчете на возвращение фунта к отметке 1,40. Фунт смотрится лучше еврозоны. Из-за того, что смягчаются гарантийные ограничения, они вводятся. Из-за того, что статистика выходит лучше. И в целом, из-за того, что наконец-таки Англия может вернуться к нормальным показателям экономической активности. Поскольку ситуация с ковидом продолжает там улучшаться с каждым днем. Дай бог, чтобы ничего в этой тенденции не изменилось. Си фондовый рынок, друзья. 3,967 пунктов по S&P. High 3,983. Мы фактически были прямо у максимальных планок, которые являются нашим целевым ориентиром. Я думаю, что сегодня, максимум понедельника, мы сделаем 4,000 пунктов. И я первым делом, друзья, всех вас с этим поздравлю. NASDAQ также растет 13,123. А пункта цель 13,500. Мы до нее также доберемся. Рынок раздает деньги. Давайте их брать. Предсказываем трейды. Особенно после последних слов и последней риторики Байдена. А еще большего стимулирования американской экономики. На этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. Всем пока.